что они собираются делать с этими крысами привет мои дорогие привет мои хорошие я рада приветствовать вас на своем канале меня зовут инга это наш гуга который пытается освободить мать и это моя я не знаю какая уже по счету попытка пройти мимо этих крыс я не понимаю что происходит может быть у меня конечно и кривые руки но дело в том что я никак не могу пройти это место почему начинаю новую серию с это именно с этого места потому что ну как-то надо будет пройти я думаю и скорее всего мне придется это монтировать потому что мы же не хотим смотреть целый час о том как съедают крысы гуга по-другому здесь никак не пройти абсолютно никак но сейчас я вам покажу что творится вот мы берем крыс мы их держим и как только мы пытаемся пройти дальше или отодвинуть их сейчас вот все с какого перепуга непонятно то есть получается что мы теряем наше управление хотя все кнопки я держу вот держу держу никуда не ухожу ну почему вот так вот вот и все вот и все так что ладно давайте мы наверно на это мы наше прохождение и заканчиваем естественно нет я сейчас буду пытаться как-то пройти и ну наверно уже подмонтирую конечно эту серию потому что это не только здесь нам предстоит долгий путь среди этих крыс и почему управление не управляется это я не знаю играю на клавиатуре и мыши может быть здесь задумано только под геймпад но что делать ладно пробуем блин я не вижу куда идти все один участочек мы прошли так что они собираются делать с этими крысами по-моему у нас что-то забаговалось у тебя ничего не болит у меня так странно ты постепенно устаешь это нормально если станет хуже скажи да ага у меня пальцы болят подожди где здесь свет заканчивается еще не особо видно то беги скорее нет это все сначала собирается делать с кестях на завтрак обед и ужин у тебя ничего не болит мне так странно ты постепенно устаешь это нормально если станет хуже скажи да это надо я не знаю это нормально Мамочка, а почему я так умею? Это... Это решает кровь. Сложно объяснить. Но они все не умеют. Верно. Я объясню позже. Ну, посойись, мамочка. Все будет хорошо, милый. Давай выбираться отсюда. Я вам скажу. Я уже боюсь вообще. Теоретически я примерно поняла принцип. Я поняла принцип, что происходит. То есть нельзя, чтобы эти крысы, даже управляя ими, нельзя, чтобы они близко подходили. Иначе все настройки сбиваются. И неважно, управляем мы ими или нет. А куда нам выходить? Сюда выходить или... Куда выходить? Блин. Блин. Нет. Что ж, Беатрис, ты наконец воссоединилась со своим сыном. Я знаю, что вы с ним сделали. Вы получили то, что хотели. Отпустите его. Вы оскорбляете меня, мадам Дерун. Ваш сын единственный носитель Меквилла. И она с ним еще не закончила. А значит, не закончил я. Впрочем, вы сами все знаете. Виталий, позвольте нам покончить с этим. Все напрасно. Николай, ты не понимаешь. Ты чувствуешь то же, что и я, малыш. Теперь мы повязаны кровью. Что ты об этом думаешь, Хьюка? Твоя семья становится больше. Умоляю вас. Я обещаю, что помогу вам. Но позвольте моему сыну уйти. Он создан не для семейства Дерун. Его судьба быть здесь. Со мной. Ты монстр. Я монстр? Мадам, вы еще ничего не видели. Ох, елки. Ох, елки. Убей. Я все делаю, чесно. Причайся с мамочкой, сынок. Не троньте ее. Он нет, я его убил. Прости меня, Хьюка. Фадагу, убей. Что мне делать? Я удостоюсь чести без мальчиков. Всего лишь нельзя. Это моя. Не страшно, мам. Мы же не тобой. У тебя больше нет дома. Ты наш. Сража. Правда. Сначала кульниврации положите вы. Будущее зависит от вас. Зачем это делать? Служник. Отстань от меня. Отпусти. Там всего-то одна мышь его ест. Послушай меня. Ты должен держаться. Я здесь. Мама. Болезные болваны. Болезные болваны. Болезные болваны. Болезные болваны. Будь сильнее. Эй, Монакула. Пошла реакция. Продолжайте. Прекратите его мучить. Я расскажу вам все, что хотите. Лиском погнал. Давай. Мальчишка пловей. Поглоти. Порок ожидает тебя. Берите. Нет, Хьюка. Не служи его. Приди ко мне. Я готов. Давай, давай, давай. Ой. Ой. Кьюго. Скажи что-нибудь. Кьюго. Ты слышишь меня? О, нет. Он силен. Но он еще не достиг порога. Знаете почему? Амиссия. Это Амиссия? Все это утомительно. Но он уже близок. А, Амиссия помогла ему, да? И у нас еще остались пешки, которыми мы сыграем. Уведите ее. Отпустите его. Чего вам еще надо? Мне нужно больше. Гораздо больше. И вы останетесь со мной. Что мы получили искомое? Не волнуйся, Хьюго. Я совершенно уверен в тебе. Мы преуспеем. Мы преуспеем. Весь этот путь. Куга бедный мучился. Искал. Столько повидал. Столько страху натерпелся. И все напрасно. Так, что с Амиссией? Ну, я так и думала, что эта девочка, она лежит в ряду. К сожалению, та серия Епитемия, которая была... Она проснулась. Была без моих комментариев. Спокойно, Амиссия. Хьюго. Мы с Артуром нашли тебя, но... Тебя не было три дня, Амиссия. Ты чуть не погибла. Мы за тебя переживали. Хьюго. Оставьте меня. Три дня. Три дня где-то она в бреду, в горячке ходила по лесу или... Месяц спустя. Месяц спустя. Ох, елки. Ну же, просыпайся. Остальные уже наверняка встали. Скоро придут крысы. Пора зажигать огонь. Ты чужой. Ну давай. В смысле? Открывайся домой. Придут крысы. Скоро сядет солнце. Надеюсь, Хьюго видит его там, где он сейчас. А кто должен просыпаться? Если солнце садится, так, наверное, имеется в виду, она себе, говорит, взбодрись, что-то в этом роде. Так, и мы опять за Амиссию. Отлично. Это значит, что мы должны найти... Стоп, а на что, снова закрылась? Это из-за холода. Говорю тебе, это хуже даже, чем ржавчина. Так. Дверь опять заперлась. И здесь ты тоже, да? Мучаешься. Ага, подожди. Думаю, Родрик работает во дворе. Родрик работает во дворе. Что-то он там делает, непонятно, но пока давай-ка не пойдем к Родрику, а давай-ка все осмотрим. Нам все надо. Так, подожди. А, Родрик во дворе. Что замок так не оттаял? А, еще нет. Зима нынче очень холодная. Ну ладно, ты выспалась? Тебе лучше? Немного. Что? Он тебе опять снился? Да. Я приготовлю тебе особый отвар зверобоя. Все в порядке, Лукас, не нужно. Просто я скучаю по нему. Мне придется смириться с тем, что он уже не вернется. Амиссия. Все будет хорошо. Я пойду поздоровай с остальными. О, скажи, пожалуйста, Мелли про... Про сундук? Конечно. Она, наверное, скажет что-то вроде пасикой на него, но я боюсь чего-нибудь отморожу. Так, нет, подожди, подожди. Ага, мы можем пройти сюда, мы можем пройти сюда. Пока ты там, давай, действительно, писти на замок. Хорошая идея. Сам же, сам же понимаешь. Я не чувствую пальцев. Да ладно тебе. А ты что здесь делаешь? Посреди зимы. А ты кто такой цветочек? Это Хьюга должен был тебя найти. Камнеломка. Давайте почитаем. И, да, друзья, я когда боролась с управлением, мне пришлось начинать с главу заново. И мы с Юга нашли, кроме камнеломки, мы нашли с ним послен. Вот так вот. Так что я не знаю, эту серию я так или иначе монтирую. Возможно, я оставлю кусочек, где мы его нашли. Послен. Послен. Забирай послен. Иди, как ты друг, князя, они опасны. Да, послен очень ядовитый. Давай посмотрим, что нам тут пишут по этому поводу. По поводу послена. Черный послен – символ истины, которые еще часто связывают со злыми духами и колдовством. У черного послена множество пугающих прозвищ. Вороняшка, трава дьявола и прелестная смерть. Почти наверняка эти названия объясняются ядовитостью плодов черного послена. От его ягод можно умереть. Да. Послен очень-очень ядовитый. Так что... Обрать мы его не будем, а есть мы его тоже не будем. Так, ну и давай дальше. Ладно. Это, в принципе, мы нашли. Вот нам дальше надо обратно за... Николаем. Нашли? Вот. А камнеломка у нас вот она. Какая красивая травка. Камнеломка, которую еще называют разрыв трава, обычно растет в холодных гористых районах, где прячется от мороза в трещинах камней. Этот символ неизбежности и отчаяния. Название свое она получила из-за того, что, согласно поверье, способна разрушить камни в почках. Я не знаю, какие камни в почках, но камнеломка действительно растет на скудных землях, на каменистых землях. Да что ж я все время теперь, после этих крыс, мне все время хочется правую кнопку зажать. Вот. И отсюда и камнеломка, потому что она, правда, растет на камнях. Хорошее растение для альпийских горок. А, то есть мы и здесь, и здесь могли войти, да? И нам опять сейчас заниматься этими крысами. То есть каждый вечер, я так понимаю, нам надо... Так, ага, диковинки, да? Слушай, а очки, они не великоваты? Они на какой нос вообще рассчитаны? Это уже не очки, которые здесь нарисованы. Кто-то там где-то икает. Так, сейчас, 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 все обижим. Все обижим, все посмотрим, все заберем. Давненько мы этого не делали. Нам надо вот это все сделать. Обязательно. Так, сюда это не надо. Что нам еще нужно? Вот это. Камней у нас уже нету. Так, и станок. Итак, мы с вами выдвигались к... Угу. Это мы с вами прокачали сосуды. Так, сумка для снарядов. Что нужен? Спирт. У нас же куча всякого спирта была. А одной из протяги не хватает. Сейчас найдем. Сейчас найдем и, наверное, сделаем действительно сумку для снарядов. Нужно будет больше. Больше не нужна мастерская. И это тоже, кстати, не мешало бы сделать. Что, собственно говоря, одно другому не мешает, да? Сначала сумка для снарядов. Давай искать спирт. У нас никогда не было столько яблок. Хью губы ими до тошноты объелся. Так, это опять какая-то сода. Вот так вот. То у нас было спирта куча, то теперь не хватает. Ну да ладно. Из-за снега Родрик так никуда не продвинулся. Родрик здесь и занимался починкой, что ли? Вообще, Родрик хорошее приобретение в нашу компанию. Нормальный, малый, сильный. Не подверженный всяческим припадкам и припаркам. Нравится он мне. Эх, да, остался висеть один медальончик. Тебе тоже одиноко? Ладно тебе, не грусти. Еще один день. Спирт наверняка должен быть в алхимической мастерской. Я так думаю. О, лошадка. Еще один день. Так, алхимическая мастерская. Ну смотри, они тут в принципе обжились. Какие-то штуки натянули. Вверху, конечно, я так понимаю, небо голубое над ними. Ну так, и очаг. Даже какое-то обелишко постиранное. Хочу остаться здесь. Правда? А если? А если? А что если ты перестанешь жить, как зверь? Ага. Так, там братцы с сестрами страйкуют. Пока не хочу туда идти. Почему? Потому что чует мое сердце, я войду туда. Начнется катсцена. И мы больше ничего не подберем и не найдем. А мне надо найти спиртягу. Спиртягу. Юный алхимик. Так, ну, Родрика, смотри. Нету у него тут спирта. Какой хороший парень. Даже спирта у него нету. А кстати, спиртом полезь незамочную скважину тоже помогло бы. И поджечь. Ох, еще как помогло бы. Лука. Ну ладно. Луку можно не трогать. Он занят. Итак, где мне найти спирт? Я здесь ничего не пропустила. Не, ну здесь мы осмотрели. Там дерево осмотрели. И здесь у нас... А, вон там что-то мелькает. А, это мы взять не могли. А, выше можно подняться. А, ну и все. Так что придется без спирта. Значит, давай тогда сделаем то, что сделаем. Потому что я, бог не знает. Сейчас куда-нибудь нас понесет опять. Строп. Давай, больше не нужна мастерская. Неплохо. Совсем неплохо. Так, а это... А, не нужны инструменты. Ну, инструменты у меня есть. Ах, кожа. Ах, кожа нужна. О, все понятно. Куча кожи нужна. Так или иначе мы этого не сделаем всего. Ну ладно. Раз так, значит так. Сохраночка. Так, это мы расходовали? Нет. Так. Пошли спросим, о чем там они опять с близнецей. Куда-то уходить собирались, да? О! Эм... Привет, Амиссия. Привет. Простите, я вам помешала? Эм, нет. Артур просто говорил, что хочет уйти. Опять. Да ладно! Я просто хочу, чтобы мы выжили. Как и всегда. Слушайте, скоро стемнеет, и нам нужно зажечь огни. Поможешь мне, Артур? Иди. И постарайся ее не бесить. Ха, зачем мне это делать? Затем, что ты настоящая заноза в жопе. О, Лукас спросил помочь ему сундуком. Ну-ну. Он просто хочет со мной увидеться. Ну ладно. Пойдем, когда скажешь, Амиссия. Пойдем, когда скажу, потому что Артур стоит. Так, я так понимаю, парочки уже наметились. Лукас и... Как ее зовут-то? Короче, сестра Артура. Артур и Амиссия. Ай-яй-яй. И... А Родрик просто классный парень. Ему вообще никто не нужен. Почему ты не крутишься? А, вон он там, чем занимается. Так, подожди, подожди, подожди. Сейчас все закрутится, наверное. Давай-ка посмотрим. Нам нужны припасы. Нам нужны припасы. Проклятый механизм. Кожа нам нужна больше всего. Камушки. Двинишься или нет? Ты должен двигаться. Родрик. Спокойно. Так, ааа. Тупой кусок дерьма! Пуститься не могу почему-то. Ну, причем я вижу, где лежат эти... А-а. Не спускается. Амнисия. Да, интересная загадка рода Дерун. С древних времен в их крови этот дар. Он же и проклятие, собственно говоря. Так, ну, Артур, нам, наверное, с тобой пора. Пошли, давай разберемся с жаровнями. Начнем с... Да. Стой. Я знаю. Мы уже несколько недель делаем одно и то же. Прости, но мне проще уснуть, когда я знаю, что яма под ночами освещена. Нет. Мне надо тогда этот... Игнифер. А просто так подойти и поджечь нельзя? Так что? Как дела? Я чувствую себя старухой. Для старухи ты даже очень ничего. Спасибо. Слушай, я плохо знаю твоего брата, но... Ты бы ему понравился. Правда? Ты спас нас. Тебя поймали, а ты сбежал. Как герой из романа. Я герой. Но он бы огорчился, что ты уходишь. Вали, Артур, вали. Здесь, похоже, все будет плохо. Вот так. Жить в этом крысином замке тоже очень плохая идея. Чрезвычайно плохая идея. Меня довольна. Родрик, все в порядке. Все отлично. Она у меня сейчас заработает. Эй, спокойно. Если ты все сломаешь... Он уже сломал, похоже. Вот так. Теперь жаровни будут держаться. Метод Родрика рандом, зато работает. Вы знали такие слова? С удовольствием. Знали такие слова? Ребятки, средневековцы. Рандом. Ну да ладно. Я вот вижу тут припасики. Они нам пригодятся. Ох, пригодятся. Может, тут еще где-то какой-то цветочек есть. Потому что... Когда-то мы находили тут тоже. Давай все берем, все берем. Алиса, надо закончить с жаровнями. Да, да, я поняла. Сейчас закончим. Ох, закончись там и закончим, но... Господи, что это? А, мне показалось, что опять кого-то съели. Нет, а это мозаика. Это кровавая мозаика. Как все? Как все меняется? Даже чудесная мозаика кажется окровавленным, обглоданным трупом. Мне говорят, что у меня всего много. Так, а раз у меня всего много, подожди. Больше мне не нужна мастерская, мне сказали. Так, кожи не хватает. Кожи не хватает. Всего одну... А, нет, эти сосуды мне вообще не нужны. Метать люминозы при помощи пороши. Ну, так себе. А дальше? Сомном из пороши. Вот это мне нужно в самую последнюю очередь, как мне кажется. Вот сумка для припасов, наверное. И... Чтобы без инструментов. Хорошо, все понятно. Тогда мы знаешь, что сделаем. Давай. Явно мне еще понадобится. 8. Здесь только камни, да? 10. Сейчас я все соберу, а потом пойдет экшон и... По-моему, я бегаю тут по второму кругу, да? Вроде да. Все, ладно, Артур. Опять сейчас какие-нибудь там эти сувениры на память, гербарии и прочее. Где тут искать? Ну, вижу. Много попропускала я, естественно. Ну, на самом деле, вот можно искать, когда так. Когда вот такая ситуация. А когда тебя жрут мыши, это... Это не тот вариант. Так, ну. Наверх. Родрик. Как ты тут? Ладно. Ты этой займешься, а я пойду к другой же ровне. Когда будешь готова. Эй, ты в порядке? Да. А что такое? Это было очень... резко. Ты про удар ногой? Мой отец был таким. Я просто продолжаю традицию, теперь он... Ладно. Как твои дела? О, я в порядке. Я тоже скучаю. О, а знаешь что? Мы всегда можем расширить район поисков. Родрик. Это бессмысленно. Прошел целый месяц. Давай... Давай просто приготовим яму к ночи, хорошо? Ладно. Что, Артур так и вьется вокруг тебя? Да заткнись ты уже. Дорогая Амиссия. Позволь этому бедному разбойнику украсть твое сердце. Сходи помойся, а тебя воняет. А из тебя бы вышел отличный певец сердечных дел. Ага, так вы тут это... Соперники? Так, ладно. Давай, и проверь все жаровни прямо на краю. Ни одна крыса не выберется из этой ямы. Эта система тут не просто так. Эта система не остановит обычных солдат. Артур, Мили устала постоянно убегать. Мили и я не такие, как вы. Может, Мили тоже не такая, как ты? Ладно, я понял. Так, я правильно делаю? Правильно поняла, что мне сюда это надо? Займись жаровни на парапетиях, а я зажгу тебе. А, вот эти вот, хорошо. А это что, не надо поджигать? А нельзя как-то ее поджечь по-другому? Взять палочку, факел? Почему тратить надо вот эти вот штуки все? Ну, я, честно говоря, не знаю. Так, и что еще надо сделать? Давай все подожгем. Я не знаю, что там Артур поджигает. Не совсем непонятно, что делать. А, молодец. Ну, а почему мы их двигать должны? Они висят нормально. А те стоят у края ямы. Все правильно. Короче, надо просто зажечь все жаровни. Да? Где еще какие остались? О! Так, нам дали кожу, нехватающую кожу. А теперь нам не хватает... А, нет, нам кожи не хватало на это. Не надо. Так, где еще что поджигать? Я что-то... Никс Ферштейн. Куда? Что делать-то надо? Все зажжено. Это не дает себя управлять. Ну, поскольку Артур стоит здесь, значит, надо куда-то сюда что-то делать. Не знаю, может быть, эту двигать куда-то, но почему-то ее куда-то двигать. Она стоит здесь, где я и должен стоять. Да, мы же ее сюда и привезли. А, ту надо. Все, поняла. Вот, вот это жаровню. Жаровню надо куда-то двинуть. Ладно. А, никуда ее нельзя двигаться. Она... Ее никак тут... Она не берется. Не управляется. И это тоже. Вон. Или это нам надо двинуть. И почему каждый раз они их действительно двигают? Ну, поставил ты их в те позиции, в которых они должны стоять. И поджигай. А, сюда лестница сломана. А как же тогда нам быть вот с этой-то? Как нам с этой же ровней быть? Все, друзья. Так, что-то я, как говорится, след потерялся. Я не пойму, что делать. И наши герои тоже молчат. Молчат, не говорят, что... Артур стоит здесь. А, тут, наверное, все ясно, понятно. Блин. Дошло, как до жирафа. Краю ямы надо пододвинуться. Только та, которая там на консоли. Все. Вот эту. Я тебе говорю, один ее толкал. Телега размером с коровой. Да хватит ржать, не смешно же. Я просто представила, как ты толкаешь корову. Правда, чистый подвиг. Крысы повсюду. Спроси о миссии. Вот видишь, у нас у всех здесь что-то есть. И нам нужны люди вроде тебя, чтобы защититься. Мне нужно подумать. Я думаю, что Артур сам не хочет уходить. Как мне кажется. Ну, он как-то среди всей этой компании саморассудительный, что ли. Что-то у нас тут слишком много всяких припасов. Слишком много припасов, друзья. Так, ну мастерская нам уже не нужна. Ага. О, еще инструменты. Так, что мы еще можем сделать? Игнифер. Лиминоза бы сделать. Ну, кожа, елки. Кожа, дорогущая кожа. Давай сделаем это. Привлекает крыс. Вот. Так, а спирт-тяга-то у нас на что идет? Мы можем что-нибудь сделать? Куда у нас идет спирт-тяга? Не, я не хочу делать эти вот сосуды. Но настолько-то бесполезная вещь. Ну, не знаю, может быть, она и потом будет полезная, но... Сюда у нас идет спирт и сюда. Здесь 10 максимум. Одна кожа. Ладно, пусть будет одна кожа. Чует мое сердце, что нужно нам будет. Вот эта вот штука, потому как... Частенько именно такие места, где вообще никак не пройти, и одни эти крысы... Как она называется? Люминоза, да. Так, нет, только не ставь люминоза, ставь камни. Не дай бог, свистанешь. Дорогостоящий продукт. Вот, все, теперь можно двигаться. Ладно, я закончила. Что-то не так? Блин, нет! Я так-то знала. Невозможно. Свет, свет, свет. С той стороны свет нужен. Вот срань. Они потушили. Афигеть. Их слишком много. Афгут. Амиссия. Живо! Внутрь! Почему я бы переполнилась? Такого раньше не случалось. Черт! Я никогда их столько не видел. Лестница на красном участке. Если мы до нее доберемся, мы сможем попасть на башню. Используй жаровню. Я расчищу проход на своей стороне. Черт возьми, друзья. Не-не-не-не-не. Подожди, нам надо зажечь это дело. Жаровни на месте. Давай сюда. Что? Что они делают? Кажирают силы. Они собираются потушить огонь. Дерьмо! Амиссия. У меня больше нет Игнифер. Я... Я ничего не смогу сделать. Я справляюсь. Я уже делала это. Так, ладно, друзья. Что мы будем делать? Мы, наверное, с вами посмотрим уже в следующей серии. Потому что это надолго. Это проблемка надолго. Крысы разбушевались. Что ж, ну, а всех, кто посмотрел эту серию, я благодарю. Увидимся с вами в следующей. Всего вам хорошего. И пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok